Как тут не верить в рождественские чудеса, если сбываются самые смелые планы и происходят исключительно приятные события, говорит директор Центра социальных услуг Станислава Остраух. Совсем недавно грамотой министерства за хорошую работу был отмечен наш Центр дневной занятости детей. И вот очередной повод для радости. Получен грант на закупку оборудования для отделения опеки. Международная женская ассоциация вручила нам грант в этом году, конкретно отделению опеки, отделению по уходу за людьми пожилого возраста, за людьми с недугом. Этот грант, он немаленький, 22 200 евро. Просили мы, конечно, гораздо больше, но получили половину той суммы. Я знаю, что это был самый большой грант из 10 тех организаций республики, которые были выбраны для дополнительного финансирования, для помощи. Попасть в список получателей гранта не так-то просто. Средства, распределяемые обычно между детскими домами, приютами и отделениями по уходу, собирают во время ярмарки, проводимой ассоциацией женщин Вильнюса. А входят в нее жены известных политиков, дипломатов. Почетным попечителем же является Альма Адамкиня. Эта благотворительная ярмарка проходит в начале декабря. А значит, задолго до этого нужно подготовить прошение. И специалисту нашего Центра социальной помощи Агне Добрянскине перед подачей заявки пришлось немало поработать, сделав упор на необходимости закупки долгосрочного имущества. В нашем отделении проживает 30 людей с разными недугами. Молодые, пожилые люди, одинокие люди, которым мы хотим улучшить их пребывание здесь у нас. Потому что люди живут здесь не один год, по несколько лет. Даже есть, которые живут с открытия этого отделения. Люди, которые болеют разными заболеваниями. У нас была цель улучшить их физическое состояние. Люди с пролежними, кровати уже устаревшие. Нужны вот эти матрасы, колясочки, чтобы больных наших пациентов мы могли бы отвезти удобно в медицинское учреждение нашей девочки. Потому что они и ночью работают по одной. Ильям было бы намного удобнее его с помощью медиков переложить и привезти назад. Очистители воздуха. Чтобы в комнате был очиститель, потому что 2-3 человека в комнате живут. Чтобы для свежего, чистого воздуха, чтобы бактерии разные не распространялись. В отделении опеки только 6 из 30 человек могут передвигаться самостоятельно. Остальные колясочники и лежачие больные, говорит Агния Добрянскина. Многие попадают сюда, думая, что через месяц-другой вернутся домой. А в результате остаются до последних дней своей жизни. Я не думала здесь быть. Думала, побуду. Ну, мне внучка говорит, вот побудь. Думаю, месяц-полтора побуду, а тогда поеду обратно. Знаете, а потом как попала сюда, так уже, знаете, сколько, 3 года, наверное. Сколько лет вы здесь? Здесь я уже лет 7-8 уже. И нормально все, окей. И ничего, нормально, никто не бежать. И хорошие есть обслуживания, хорошие. Особенно сестрицки, да, хотят, хорошие. Ну, и условия стараются улучшать постоянно. Переваривать бы ремонт будет, перед новостью надо сделать. Туда вообще лучше будет. Ну, я, например, не жалуюсь на это, на житьёте, на проживание. Как вы, довольны условиями здесь? Да, довольны. Мы хорошо живём. Мы не жалуемся ни на что. А скучно не бывает? Скучно? Не, мы тут весело живём. И поругаемся, и попляшем. И всякое бывает. Вас всё устраивает, как за вами ухаживают? Лучше не найдём нигде. Так, очень хорошо, хороший, очень коллектив хороший, смотрит нас, обслуживает хорошо. Спасибо им большое. В 2012 году из фонда Международной ассоциации женщин на нужды нашего отделения опеки было выделено 120 тысяч литов. Тогда удалось приобрести многое и столь необходимого больным людям инвентаря и оборудования. Спустя два года был получен ещё один грант на сумму в 10 тысяч литов для отделения по работе с общественностью. Станислава Остраух надеется, что и третий, выигранный в этом году грант, отнюдь не последний. Организация нам выделяет уже помощь в третий раз. Мы как-то не теряем её из виду и надеемся на её вот такую доброту, на её, значит, такую благотворительность. И используем возможности для того, чтобы основные средства, основной инвентарь, оборудование, особенно для отделения опеки, чтобы улучшить, чтобы закупить что-то новое и этим улучшить качество наших оказываемых услуг.